Проблема стара, как и сам дом. Все началось 15 лет назад. Старое здание было решено снести. Людям, проживающим в нем, дать другое жилье. Но после многочисленных комиссий случилось чудо. Здание, которому давно за 140, вдруг стало пригодным для проживания. Теперь четинцам дадут новые квартиры, но ориентировочно в 2040 году. На данный момент у нас в очень плохом состоянии и крыша. Крыша вообще вся пробегает. Прогнили все деревянные балки, потому что не было капитального ремонта за столько лет. Уже больше, наверное, лет 40. Вообще абсолютно никакого. Нам обещали последние лет 10 капитальный ремонт в несколько раз. Но так ни разу ничего и не было, не происходило. После прошедших дождей дом снова начал оттопить. Запах плесени и грибка сопровождает жильцов постоянно. Люди уверены, если строение простояло более века, его еще можно спасти. Только этим никто заниматься не хочет. После дождей у нас начала опять бежать сильно крыша. Естественно, все побежало в квартиры. Мы ходим с тазиками. На крыше у нас есть, получается, чердак большой. Мы лазим на крышу и туда ставим тазики. Но нет здесь совершенно никакого смысла. Там нужно просто перестилать крышу. Активное общение с городскими властями раскрыло обитателям памятника много интересных подробностей из прошлой жизни здания. Его ценность действительно велика. Но уже далеко не один раз его перебрасывали от одной организации к другой. Руку помощи так никто и не протянул. Управляющая компания изменить ситуацию не может. Она вот-вот обанкротится. У нас просто больше нет сил, возможностей. Это надо нам, чтобы мы хотя бы по всем домам работали. Не нужен коллектив 300 человек. У меня 5 рабочих всего. Наши управляющие компании находятся, сейчас рассматривается дело по банкротству. Ввели стадию наблюдения до октября месяца. В октябре прогнозируется уже конкурсное управление. Сейчас боремся всем, чем можем, собираем материалы. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.